Ассалам алейкум, уважаемый Давлатов. Я занимаюсь бизнесом уже 8 лет, продаю мужскую одежду. Коротко говоря, оборот тот же 5 тысяч. Мне 26 лет, нужны ваши советы. У меня на сегодняшний день долг перед банком составляет 900 тысяч рублей. До 30 лет совсем немного осталось. Я беспокоюсь за будущим, скоро мне 30 лет. Я уже не юноша, не так молод, я ничего не достиг в жизни. Могу ли я в целях оптимизации работы компании, уменьшение наших расходов, отправить этих менеджеров на аутсорсинг? По вашему совету из книг хотели устроить на работу в таком магазине. Но не получается, завести знакомство с людьми в этой сфере не получается. С момента, как я помню себя, наша семья всегда в долгах. Когда я был маленьким, кушать было ничего, мама болела, отец был в России, только денег не отправлял. Мы выживали как могли, когда мне было 13 лет. Мама предлагает жениться, так как она болеет, чтобы она ухаживала за ней. Хочу учиться и делать бизнес, но нет опыта, кроме пастуха и грузчика. Что мне делать? Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы Довлатова». В этом рубрике я буду говорить очень много о деньгах, о том, как погасить долги, как зарабатывать больше, как управлять своим бизнесом и так далее. Постарайтесь, пожалуйста, вникать в те ответы, которые я рассказываю. А потом под эти комментарии, пожалуйста, пишите три важные вещи, которые вам удалось. То есть, три ценные советы, которые вам удалось получить из этой рубрики. Ставьте лайк, не забудьте рекомендовать своим друзьям, знакомым, кому, по вашему мнению, нужны эти советы, кому они помогли бы добиться успеха. Вот вопросы такие. Ассалам алейкум, уважаемый Довлатов, я занимаюсь бизнесом уже 8 лет, продаю мужскую одежду. Коротко говоря, оборот тот же 5 тысяч, нету никаких плюсов. Племянник предлагает прийти на оптовый рынок, но вдобавок я должен иметь с собой еще 10 тысяч долларов. Для начала, что делать? Сами подумайте, если вы 8 лет занимаетесь и у вас оборот 5 тысяч долларов стоит на одном месте, дело в том, что вы делаете дальний момент то, что научились 8 лет назад. Дело одно и то же, то, что вы научились 8 лет назад, поэтому доход держится на одном уровне. У вас два пути есть. Либо вы открываете вторую точку, третью точку и так далее, тогда доход увеличивается. То есть горизонтально расширяете. Либо вы вертикально приходите к оптовой продаже, тогда объемы растут. Это единственный способ. Потому что каждая точка имеет свой потолок проходимости. Вы дошли до этого потолка проходимости, поэтому объем держится на одном уровне 5 тысяч долларов. Поэтому переходите, пожалуйста, либо вертикально, то есть выходите вверх на оптовой точке, либо второй точкой, третьей точкой, горизонтально, либо расширяйтесь. Меня зовут Шуадьор, я сам из Таджикистана, работаю и живу в России, в городе Уфе. Мне 26 лет, нужны ваши советы. У меня на сегодняшний день долг перед банком составляет 900 тысяч рублей. Вначале брал в 2016 году, чтобы купить машину. После этого для бизнеса. И таким образом за три года накопилась большая сумма. Долги больше и больше становятся на данный момент. Не работаю, не знаю, чем заняться. Такое чувство, будто я в тупике. Что делать? Подскажите, пожалуйста. Дорогой мой, распиши, пожалуйста, 10 направлений, чем ты хорошо можешь делать. То есть, что у тебя получилось? Если одно из них, например, водит машину, как таксист. Второй, там, не знаю, что-то где-то работает. Напиши 10 направлений, что ты умеешь делать. А потом посмотри из этих 10 направлений, которые ты написал. Что из них у тебя хорошо получается? Понимаешь? Это очень важно. Потом акцентрируйся именно на это. Это один из путей. То есть, отталкиваемся от того, что у тебя хорошо получается на данный момент. Второе, либо ставь цель жизни. То есть, что ты хочешь стать? Кем ты хочешь стать? Что ты хочешь добиться в жизни? Либо отталкиваться от твоей цели. Что ты хочешь в будущем добиться? И не думай о том, денег есть или нет и так далее. Посмотри, кем ты хочешь стать. Понимаешь, что ты хочешь добиться в жизни? Цель – определять средства. А потом иди, иди, пожалуйста, и работай там, чтобы приобрести те навыки, которые позволяют тебе эту цель достигать. Займись этим, не думай о долгах. Если будешь думать о долгах, это ты в себя загоняешь еще больше тупики, еще больше долги. Потому что расходы-то каждый день. Поэтому фокусируйся, пожалуйста, на том, чтобы либо отталкиваться от цели, либо отталкиваться от свою сильную сторону. Что тебе Богом дано? Какой талант тебе Богом дано? Здравствуйте, уважаемый сын. Владов, мне 27 лет. До 30 лет совсем немного осталось. Я беспокоюсь о будущем. Скоро мне 30 лет. Это уже возраст. Я уже не юноша, не так молод. Я ничего не достиг в жизни. Ни бизнеса, ни денег, ни материального имущества, ни жени, ни детей. Отсюда неуверенность в себе. Ощущаю энергию внутри себя, но не знаю, куда его направить и в какое дело. Я хочу посвятить жизнь бизнесу, быть полезным для общества. Подскажите, что делать. Дело в том, что ты не определишь, что ты хочешь делать со своей жизнью. Найди мою книгу «Десять шагов, как стать миллионером территории Сенге». Открывай эту книгу. Там есть специальный именно план, как расписать свою жизнь. Именно когда ты распишешь стратегию своей жизни, у тебя все упорядочится. Понимаете, ясные мысли приводят к ясным поступкам. То есть, конкретный план действий. Неясные мысли, хаотичные мысли приводят к хаотичной жизни. У тебя сейчас в голове нету ясности. В связи с этим, понимаешь, твоя жизнь – это как иметь начало и конца. Точно так же, как день. День иметь начало и конца. Твоя жизнь иметь начало и конца. Ты должен об этом задуматься. Как ты хочешь его прожить? Чем ты хочешь его заполнять? Вот так. И не думай о том, что у тебя есть возможность или нет на данный момент. Не думай о том, у тебя денег есть или нет, ресурсы есть или нет. Просто ты должен расписать план своей жизни. Внимательно прочитай книгу «Как стать миллионером территории Сенге». Ты когда распишешь эту стратегию, там многие механизмы я расписал. Это позволит тебе выбрать правильную идею, правильное направление и так далее. По-подробному там найдешь все. Я даю тебе семена, а дальше ты должен эти семена самому сажать и ухаживать за него, чтобы эти семена давали плоди. Здравствуйте. Меня зовут Сомалия из Казахстана. Хотел задать такой вопрос. У нас торговая снабженская компания. Есть менеджеры по продажам. Все менеджеры работают согласно трудовому кодексу с выплатой налоговой, отпускных, больничных и так далее. Могу ли я в целях оптимизации работы компании уменьшение наших расходов отправить этих менеджеров на аутсорсинг, тем самым превратить менеджеров в своих партнеров? И как это сделать? Заранее благодарна. Конечно. Сомал, так надо делать. Понимаете? Если вы, именно продавцов, даже отдел производства, понимаете, старайтесь все привести, больше, часть, больше, часть, привести на сдельный уровень, на аутсорсинг, чтобы они почувствовали, что вы платите им за результат. Когда вы все держите их на фиксированной зарплате и по трудовому договору и так далее, это все, вся нагрузка на вас попадает. А когда вы им говорите, что открывай себе IP или что-то нибудь, и составляйте с ними контракт на то, чтобы они свободно могли работать. И дайте им возможность, когда вы так делаете, у них появляется шанс влиять на свой доход, побольше, уберите у них потолок, пожалуйста, сделай больше, зарабатывай больше. Тогда у вас будет шанс, у вас будет риска меньше, финансовый риск меньше, юридического риска меньше и доход больше. Мы бизнес-стелем для того, чтобы получать нормальный доход, поэтому делайте это в обязательном порядке. Пусть они открывают IP, а вы заключайте с ихми IP договора на оказание услуг по продвижению вашей продукции. Здравствуйте, уважаемый Садмур Раджав, меня зовут Шолпан, мне 44 года, я из города Нур-Султан. Моя сестра дает мне денег, деньги как стартовый капиталь, начать свое дело. Я всю жизнь работала фармацевтом. Последние полгода начала учиться готовить кондитерские изделия, изучая эту сферу. Думала открыть кондитерскую, потом, парализировав, я остановилась на магазине, дом кондитеров. По вашему совету, из книг хотели устроить на работу в таком магазине, но не получается, завести знакомство с людьми этой сферы не получается. Начали изучать поставщиков сливок и сыров. Опять тупик, не пойму рынок. Четыре года назад развелась с мужем. У меня четверо детей. Знакомых в сфере торговли никого нет. Посоветуйтесь, посоветуйтесь ни с кем. Дайте мне, пожалуйста, совет, с чего начать. Уважаемый Шоулпона, когда вы хотите заниматься бизнесом, вам надо понимать, что первый год надо отдавать на изучение. Прямо от 6 месяцев до 1 год. Как минимум 6 месяцев. Я раньше сказал 3 месяца, 6 месяцев. Я сейчас говорю от 6 месяцев до 1 год. Сначала надо устроиться именно в отдел продаж. Когда вы устроитесь на отдел продаж, вы хорошо поймете целовую аудиторию, хорошо поймете рынок, что востребован, что не востребован. И хорошо, самое главное, хорошо поймете клиента, его нужда и хорошо поймете именно ассортимент продукта. Потом после этого вам надо устроиться в складе, чтобы хорошо изучать, усваивать именно поставщиков. То есть с этого компания надо уволиться, потом устроиться в другую компанию, чтобы устроиться в склад. Когда вы устроитесь с работой по складу и так далее, вы хорошо начнете понимать поставщиков, хорошо поймете логистику и так далее, и так далее. И потом увольняйтесь, устроитесь в другую компанию, именно в роль администратора, чтобы понять, как организовать эту работу и так далее. Как вы это делаете через полгода, вы поймете, как это бизнес вообще ваш или не ваш. И самое главное, как в нем зарабатывать, поймете. Тогда идите, пожалуйста, делайте. Но если вы поняли, что вы не хотите там эти риски все брать и так далее, продолжайте там работать и зарабатывать, со временем расти по карьерам и со временем выйти на уровне того, чтобы хозяин компании мог вам платить доли от прибыли. Это можно делать через три года. Любой может делать. Поэтому, чтобы стать хозяином бизнеса, не обязательно иметь деньги, но обязательно иметь стратегию. Стратегия, план, видение. Здравствуйте, мне 27 лет. Я вырос в семье, где постоянно не хватало денег. С момента, как я помню себя, наша семья всегда в долгах. Когда я был маленьким, кушать было ничего. Мама болела, отец был в России, толком денег не отправлял. Мы выживали, как могли. Когда мне было 13 лет, отец меня и мат привез в Россию. Нам было очень тяжело в России. Постоянно была нехватка денег, расходы большие и так далее. Меня высмеивали в школе, так как я не знал русский. И не только. Дома родители не давали любовь, унижали, выгоняли из дома. А я терпел и думал о хорошем. После школы я поступил в университет заочно и параллельно работал. После института пошел в армию Российской Федерации. Вернувшись, спустя 3 месяца, я устроился в нефтяную компанию Exxon Mobili. Зарабатывал в год 1 миллион рублей, но все равно минит в долгах. Принял решение купить дом, чтобы не платить за аренду. Взял долги у 5 человек в размере 3 миллионов рублей и купил дом. Сразу же люди начали требовать долги в течение одного года. Я отдал 2 миллиона рублей, на сегодняшний день осталось оплатить 1 миллион. Это банку. Я добылся верхней планки на работе и дальше нет дороги. Я хочу стать богатым человеком, помогать нуждающимся, но не знаю, как найти себе это в этой жизни. Чем заниматься? Я знаю, вы мне скажете, вложи деньги туда, куда ты вложил время. О, молодец, значит ты слышишь мою рубрику. Но это не работает, потому что я вложил время, чтобы грузчикам и охранникам. А в нефтяной компании это совсем другое. Чем мне заниматься? Спасибо, дорогой, за откровенность. Самое важное, что у тебя есть характер. И самое важное, что у тебя есть боль. У тебя есть причина, почему изменить свою жизнь. Запомни, дорогой мой. Это намного больше, чем деньги и намного больше, чем чего. У тебя есть тот батарейка, тот энергайзер, который тебе не дает по ночам спать. И это есть причина. Понимаешь? Боль, причина, которая заставляет тебя снова-снова вставать и идти на встречу к своей судьбе, чтобы что-то изменить для своей будущей. Так что я поздравляю тебя. У тебя получится. Что тебе надо делать? Первое. Начинаешь. Если ты все это время отдал, чтобы быть грузчиком туда-сюда и так далее, тогда возьми несколько сфер и изучай. Несколько сфер. Просто интернет у тебя есть доступно. Так что начинай изучать. Изучай, посмотри, что является растущий рынок в том городе, где ты живешь. Надо изучать, на что люди готовы платить деньги на данном этапе. Посмотри, это сфера образования, это сфера недвижимости, это сфера торговли, это сфера какие виды услуги. Все надо изучать. Хотя бы 10 направлений возьмешь и начинаешь анализировать. Анализ, 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 анализ. Ты же пока работаешь, работай, зарабатывай, по чуть-чуть долги отдавай и сделай так. Анализ, анализ, анализ. До тех пор, пока ты не попадаешь именно в то понимание, что вот это мое, вот эта сфера, тебе ближе и ты можешь понять эту сферу. Потом отсюда увольняйся, иди там устройся в это направление. Если ты выбрал, например, сферу недвижимости заниматься, устройся там, на недвижимости. Строить или там продавать и так далее. Если в сфере торговли, устройся как продавец. Нормально. Изучай, пожалуйста, это направление. Если ты в сфере там, не знаю, логистика или что-то другое, тоже устройся сначала работа. От трех до полгода. Работай там на несколько сферах. И ты поймешь, что это твое или нет. Но мой совет тебе, мой совет. Найдешь в моей книге «Как стать миллионером территории СНГ», прочитаешь эту книгу десять раз. Не один раз, не два, не три. Десять раз прочитаешь эту книгу до тех пор, пока она у тебя в голове и подсознание заполняется, как таблица при умножении 2 умножить на 2. Чтобы тебе даже во сне, если кто-то сказал, что как выбрать идею, как найти нищий, как найти партнера, как выбрать продукт и так далее. Как выбрать бизнес-модел, что растуши на сегодняшний день и так далее. Чтобы ты как свое имя мог говорить. Прочитай эту книгу десять раз. Запомни, как стать миллионером территории СНГ. Вот эту книгу найдешь, десять раз прочитаешь. Я могу тебе уверенно сказать, что спустя 2-3-4 раз, когда прочитаешь, ты точно поймешь, чем заниматься. Хорошо, дорогой мой? Здравствуйте, уважаемый наставник. Мне 22 года, рос без отца и уже 5 лет, нахожусь в России. Первые два с половиной года меня кинули на сумму 250 тысяч рублей. Это было в Туле. Сейчас в Москве обеспечу братишку, он студент, учится в третьем курсе. Накопил немного на капитал. Но у меня есть два варианта. Мама предлагает жениться, так как она болеет, чтобы она ухаживала за ней. Хочу учиться и делать бизнес, но нет опыта, кроме пастуха и грузчика. Что мне делать? Я бы тебе рекомендовал, что если мама одна, если мама не с кем, тогда женись, чтобы ей было легче. Это очень важно. Первым делом позаботиться о маме. Вторым делом, вот где ты сейчас зарабатывал эти деньги, продолжай еще полгода или год работать, немножко накопи. Но работай не просто так. Работая там, даже если грузчиком работаешь, можно в этом по карьере расти даже в грузчика. Сначала работай как грузчик, а потом задавай вопрос. А потом посмотри, какой продукт хорошо продается. А потом параллельно веди анализ портфель продукта, что они продают, кому они продают, куда они продают. Параллельно изучай. Даже работая грузчиком, ты можешь знать про этот бизнес много чего. А потом аналогично такого, разработай план, ищи партнера и открывай. Запомните, бизнес заниматься намного легче, чем вы думаете. Просто люди не занимаются бизнесом, потому что у них психологически ограниченное сознание. Найдешь моя игра, игра «Я и деньги». Вот эту игру найдешь, я и деньги. И поиграешь 10 раз. Потом через месяц еще 10 раз. 20-30 раз поиграй эта игра «Я и деньги». Ты сам поймешь все, чем тебе заниматься, какой бизнес выгодно, почему не надо таким бизнесом или таким бизнесом заниматься. Ты поймешь растушенный рынок и так далее, и так далее. Потому что эту игру я разработал, исходя из много, можно сказать, несколько тысяч консультаций, которые я давал. И в эту игру я ввел все практические вещи. Делай, а ты поймешь. Делай, а ты поймешь. Но только туда ввел все успешные примеры. Так что спокойно найдешь себя, чем заниматься и так далее. Хорошо, дорогой? Первое дело – женись, пожалуйста. Дальше Всевышний поможет тебе. Уважаемые друзья, уважаемые слушатели, уважаемые ученики, ставьте лайк под нашу рубрика. Пожалуйста, не забудьте, внизу пишите больше. Три-пять советов, которые у вас, полезность, которые вы поняли, которые вы получили, отметьте их внизу под эти комментарии. Это показатель того, что вы смотрите не как футболь, а не как там кино, а вы чему-то учитесь. Поэтому в комментариях пишите больше трех. От трех до пяти ключевой вещь, что было для вас полезного. Рекомендуйте наш канал своим знакомым друзьям. Удачи!